Уважаемые коллеги, позвольте выразить огромную благодарность организаторам конференции за возможность выступить с докладом и всем вам за то, что у вас есть силы прийти на завершающую сессию третьего дня третьего форума. На самом деле я никакого отношения тоже не имею к гериатрии, к возрастным пациентам я химиотерапевт, 10 лет стаж, и при подготовке данного доклада я тоже несколько сделала для себя открытий, которые, безусловно, буду использовать в практической деятельности. И некоторые мои слайды будут перекликаться со слайдами Марии Михайловны, поэтому я буду, наверное, ускоряться в этих местах. Ни одна фармкомпания не пострадала финансово при подготовке данного доклада, и по данным мировой статистики отмечается увеличение средней продолжительности жизни населения планеты и рост удельного веса лиц пожилого возраста. Значительную часть больных раком составляют ли лица пожилого возраста, о которых, собственно говоря, и подготовлен данный доклад. На ваше внимание представляется динамика заболеваемости и смертности в Республике Татарстан. Это цифры настоящие, современные. Отмечается рост заболеваемости и трудоспособности населения, и заболеваемости населения в общем. Смертность удалось немного снизить за последние годы, однако тема сегодняшнего доклада пожилые лица, и вот это не очень хорошего качества доклад, говорящий о том, что к 2050 году рост пациентов старше 65 лет будет неуклонно расти. У нас в Республике на сегодняшний момент стоит на учете 100 тысяч больных раком, всего из них до 60 тысяч пациентов старше 65 лет. И вот если принять всех пациентов на круг, то 12,6% это пациенты больные колоректальным раком, 15,5% раком молочной железы и 4% раком легких. Именно об этих трех локализациях я бы хотела сказать сегодня поподробнее. В общем и целом у онкологов имеется представление о худшей переносимости лечения пожилыми пациентами и большом риске побочных токсических эффектов и необходимости редуцирования доз лекарственных препаратов. А также у нас имеется стереотипно-негативное отношение к больным с точки зрения возраста и переносимости. Ключевые вопросы, которые ставит онколог себе перед назначением лечения, это прогноз влияния онкологического заболевания на продолжительность и качество жизни пожилого пациента. Способен ли пациент перенести наше лечение или лечение становится лечением ради лечения? И третье, каково соотношение пользы и вреда от противопухолевой терапии конкретного пациента? Позвольте не останавливаться на мультипараметрические шкалы гериатрической программы. Мария Михайловна уже об этом очень подробно рассказала. Единственное, что вот тут тоже выделение пожилых пациентов в три группы. Это коллеги доктора Балдуч и Экстерман выделили три группы пациентов в зависимости от статуса пациента. Первая группа – это пациенты, ведущие активный образ жизни, обслуживающие себя, имеющие адекватный интеллектуальный уровень. Безусловно, таким пациентам возможно назначение стандартных режимов химиотерапии. Пациенты, частично нуждающие в посторонней помощи и страдающие двумя и более сопутствующими заболеваниями, тут показания разные. Лечебная тактика, если из-за качества опухоли не сокращает продолжительность жизни и имеется низкая толерантность к лекарственной терапии, может быть назначена симптоматическая терапия. В случае, если опухоль является основным заболеванием и определяет продолжительность жизни, то мы можем назначить химиотерапию с исходной редукцией дозы, а часто таким пациентам назначается монотерапия. И пациента старше 85 лет с наличием нуждающейся в посторонней помощи, отягощенной тремя боли с заболеваниями сопутствующими или имеющей хотя бы один гириатрический синдром, безусловно, таким пациентам показана только симптоматическая терапия. Это слайды этого года САСКО. Количество пациентов старше 65 лет, получающих лекарственную терапию. Я на САСКО в этом году не была, это все по ссылке, поэтому качество слайдов немножечко страдает. Желтенькими столбиками – это количество больных, которые старше 65 лет, которые получали лекарственную терапию. Всего 17% из них, 9% пациентов старше 70 лет. Неодювантная и метастатическая линия химиотерапии получили 24% старше 65 лет. И вы видите, что красным столбиком 15-13% пациента старше 70 лет. Адювантную терапию того меньше 7% пациентов старше 70 лет получили и 15% пациента старше 65 лет. В клинических исследованиях на данном слайде показано количество пациентов, которые лечение получили в клинических исследованиях в возрасте старше 65 лет. Красный столбик – это общая популяция онкологических больных. И желтый столбик – это клинические исследования по возрастам 65-69 лет – это 10%. Такая же цифра старше 70 лет. И старше 80 лет – это 1-2% всего получили лечение в клинических исследованиях. Возможно, так как небольшие цифры пациентов пожилого возраста получили лечение в клинических исследованиях, потому что, во-первых, представление врачей не очень хорошее о переносимости в пожилом возрасте, во-вторых, осложнение лекарственного лечения, о котором уже было сказано достаточно много информации и будет сказано. Просто позвольте перечислить. Это милосупрессия, осложнение со стороны сердечно-сосудистой мочевыделительной нервной системы. Сегодня я узнала новый термин – фрейлти, старческая остыния. И очень аккуратно нужно назначать химиопрепараты у пациентов, страдающих именно этим синдромом. Осложнение со стороны пищеварительной системы, легочной токсичности. И вот на нейротоксичности, позвольте буквально секунд 15 остановиться, наиболее часто наблюдается нейропатия около 30%. Из них периферическая нейропатия в виде вегетативных нарушений, в виде краниально-периферической нейротоксичности и центральная, которая проявляется двигательными нарушениями, нарушениями уровня сознания, вегетативно-психоневрологическими нарушениями, головной болью, нарушением памяти и ментальности. Первое исследование, на которое я наткнулась, масштабное, было проведено на пациентах с 92-го, проанализировано пациенты с 92-го по 2009-й год, было опубликовано в журнале Американского гериатрического общества. Проанализировано всего 14 400 женщин с диагнозом третьей стадии рака молочной железы и около 27 тысяч мужчин и женщин с диагнозом третьей стадии рака толстой кишки. Все пациенты старше 65 лет. Уважаемые коллеги, обратите на результаты, что проведение химиотерапии у больных с раком молочной железы снижает риск смерти от всех причин на 30% в возрасте 65-69 лет, и с увеличением возраста процентовка снижается. 26% в возрасте 70-74 года на 24% 75-79 лет. И, безусловно, для женщин старше 80 лет химиотерапия существенно не влияет на риск смерти. В отличие от результатов по локализации с раком молочной железы, химиотерапия оказалась эффективной для всех групп пациентов старше 65 лет у пациентов с раком толстой кишки. Например, у пациентов в возрасте 85-89 лет химиотерапия снижала риск на 21%, риск смерти. И буквально несколько исследований таргетных препаратов, эффективности переносимости таргетных препаратов у пациентов старше 65 лет в контексте клинических исследований в зависимости от локализации. Первое – это колоректальный рак. В последнее время накоплен достаточный опыт применения таргетных препаратов цитоксимапа, нетумумаби, вазузумапа у пожилых пациентов, страдающих колоректальным раком. И данные о клинической эффективности сопоставимы у таких, у более молодых пациентов. В то же время применение препарата Бевоцезума пациентам старше 70 лет сопровождалось повышенным риском развития тромбоэмболических осложнений третьей степени, кровотечений и артериальной гипертензии. Позвольте на примере реграфениба показать вам эффективность и переносимость пациентам пожилого возраста. Это препарат реграфениб-мультикиназный ингибитор, два показания – колоректальный рак у предлеченных пациентов и неоперабельный метастатический гастроэнтестинальный стромальный опухоли у предлеченных пациентов имотенибом и сунетенибом. В предпосылке к проведению данного исследования было исследование коррект, которое показало увеличение общей выживаемости у данных пациентов на 1,4 месяца. И, собственно говоря, исследование конца. Было изучено 2872 пациента, которые спрогрессировали на фоне стандартной терапии. Стандартная терапия включала в себя 5-торурацил, оксалиоплотин, ренетекан, цитоксимаб, понитумаб, бивоцезумаб. Пациенты получали ЭКОК-статус 0,1, получали оригарфини в стандартной дозе 160 мг 3 недели подряд, 1 неделю перерыв до непереносимой токсичности, смерти или прогрессирования заболевания. Исследователи разделили всех пациентов на несколько групп – младше 65, старше 65, старше 70, младше 70, чтобы посмотреть, как же пациенты отличаются ли пациенты по переносимости и по эффективности данного препарата. Практически все пациенты получили… 20% пациентов из группы старше 65 лет получили 6 циклов и более. Из них 9% даже получили 9 циклов данного препарата. В аналогичных процентах пациентов были проведены редукции дозы и прерывания лечения. Большинство пациентов испытывали связанные с эрегарфинибом нежелательные явления, в обеих подругах отмечались сходные показатели. Это все очень видно на графике, на данной табличке. Достаточно большие группы пациентов по всем возрастам. Одинаковое распределение по токсичности. Грейт больше 3, 3 и больше во всех группах в одинаковых процентах встречался. Редукция дозы, модификация и перерывы лечения во всех группах, независимо от возраста, были одинаковые. Нужно сказать, что ладоноподошенный синдром встречался у пациентов младше 65-70 лет немного чаще, чем в возрасте старше 65 лет. А вот гипертензия у пациентов старше 65 лет встречалась чаще, чем у пациентов помоложе. Слабость у пациентов старшего возраста встречалась чаще, а вот гипофосфатемия и диарея были идентичны у обеих групп. Таким образом, по данному исследованию, позвольте еще остановиться, на выживаемости без прогрессирования. Они были идентичны у четырех групп 2,7-2,6 месяцев, 2,7-2,5 месяцев. То есть различий никаких не было по выживаемости без прогрессирования, это конечная точка данного исследования. И были сделаны выводы в данном исследовании, что различий между пожилыми и молодыми пациентами в дозах, длительности лечения, изменениях в лечении, перерывах и задержках не было. Выживаемость была одинаковой по всем возрастным группам. Также по поводу рака легкого я бы хотела показать. Следующая локализация, которую я бы хотела вам рассказать, это локализация рака легкого. И данный слайд – это исследование испанских коллег, которое было опубликовано в 2015 году. Изучили 80-летних пациентов, 41 пациент раком легкого, старше 80 лет, с 2010 по 2013 года, которые получали лечение в университетской клинике. Из них 88% немелкоклеточный рак легкого, 12 – мелкоклеточный. Четвертая стадия – 49% больных. Из них 34% пациентов получили только палиативный уход. 68% больных из 41 получили химиотерапию платином дуплетом. 48% больных чаще всего использовали карбоплатин-пиметриксед, карбоплатин-Навильбин. 20% получили монотерапию венрильбином, пиметрикседом или карбоплатином. 24% пациентов получили ингибиторы тирозинкиназа при наличии активирующей мутации GFR. И 27% получили вторую линию в возрасте старше 80 лет. Два пациента получили третью линию. Это очень хорошие результаты исследований. И общая выживаемость при первой и третьей стадии у данных больных составила 11,4 месяца. При четвертой стадии – 10 месяцев. В группе палиативного ухода – 5,2. Все эти данные постарался суммировать и изобразить в виде таблички, чтобы это было более наглядно. И посмотрите, пожалуйста, что на ингибиторах тирозинкиназа у пациента старше 80 лет прожили 18,5 месяцев. На химиотерапии платин-дуплетом – 13,7, монотерапии – 11, палиативный уход – 5 месяцев. Курящие пациенты в два раза меньше жили, чем некурящие. 8,9 – 18,4 месяца у некурящих. И различие буквально еще секунду на гистологическом потепе. В возрасте старше 80 лет у коллег встречалось больше плоскоклеточных форм и немного больше форм с мутацией гена ИГФР. Следующее исследование было проведено в университетской клинике Сеула в Корее. Было изучено 166 пациентов старше 70 лет. Третья и четвертая стадия, которые получили лечение в данной клинике. 102 пациента получили химиотерапию, 64 пациента получили симптоматическую терапию. На данной табличке показана характеристика пациентов. Обратите внимание, ЭКОК-2 – 43 больных, ЭКОК-3 – 18 пациентов. Из них 106 пациентов – мужчин, 60 – женщин. Четвертая стадия – 150 больных. То есть преимущественно были пациенты четвертой стадии. Ингибиторы тирозинкиназа получили 43 пациента из 102. Химиотерапия платина – дуплет 73 пациента. Гемцитабин монорежим, 24 пиметерексет монорежим, 3 пациента. Вот какие получились результаты. Наихудшая выживаемость наблюдалась в группе ЭКОК-2 и более в сочетании с множественными сопутствующими заболеваниями. Лучшая выживаемость была связана с хорошим ЭКОК-статусом, безусловно, гистологическим эпатимем аденокарцином и плоскоклеточный рак, а также при использовании ингибиторов тирозинкиназы. Медиана общей выживаемости у данных больных, у данных групп пациентов составила 7 месяцев. Также кратенько хотел остановиться на исследовании Люксланг-7. Здесь не было разбивки по возрастам старше 65 лет. Вообще достаточно мало исследований, где есть разбивка на пациентов и указание отдельных результатов для пациентов старше 65 лет. Единственное, что результаты были идентичны и по общей выживаемости, и по безрецидивной выживаемости у всех пациентов. Но вот здесь была группа в возрасте старше 65 лет, 142 пациента. Они показали лучшие результаты в пользу ингибитора тирозинкиназа второго поколения. То есть, вот это так вот для анализа. И буквально два слайда по раку молочной железы на десерт. Исследование ПАЛОМА-1, ПАЛОМА-2. Здесь исследовались пациентки ХЕР-2 негативные, гормонально-позитивные, в постменопаузе. Получали полпоцикли в комбинации с литрозолом в сравнении с литрозолом в монорежиме. Конечная точка, основная была выживаемость без прогрессирования. И вот какие результаты получились? Пациентки старше 65 лет показали результат более, так сказать, лучше намного. 26 месяцев по сравнению с 18 месяцем пациенток младше 65 лет. В группе комбинированного лечения 12 месяцев по сравнению с 7 месяцами у пациенток младше 65 лет. То есть, пациентки старше 65 лет переносили гормональную терапию в сочетании с препаратом ПЛБЦКЛИП намного лучше, намного эффективнее, с большим увеличением периода медианы безрецидивной выживаемости. И вот такой слайд, это исследование Клеопатра, первая медстатическая линия, комбинированное лечение, сравнение доцитоксела с тросозумабом и доцитоксел тросозумаб-пертозумаб у пациенток старше 65 лет. Данные пациентки тоже показали увеличение медианы общей выживаемости практически на 11 месяцев, что не может не радовать. И в группе пертозумаба 84 пациентов достигнут объективный ответ на терапию. Таким образом, уважаемые коллеги, позвольте сделать заключение по данному докладу, что существующие данные позволяют предположить, что эффективность и токсичность химиотерапии у пожилых пациентов при отсутствии тяжелой сопутствующей патологии и старческой астении сопоставима с более молодыми пациентами. И возраст сам по себе не является прогнозирующим фактором эффективности и токсичности лечения. Я благодарю вас за внимание. Так, вопросы в зале. Один вопрос, пожалуйста, с удовольствием. Извините, не столько даже вопрос, сколько комментарий. Здесь прозвучало и может прозвучать негативно, что пациенты старшего, пожилого и старческого возраста не увеличивается или мало увеличивается в продолжительной жизни. Я хочу напомнить, что мы не всегда к этому стремимся. Мы даже просто для улучшения качества жизни, как бы это парадоксально не звучало, мы проводим химиотерапию и гормонотерапию для улучшения качества жизни. Это тоже много. Правда? Безусловно, солидарно с вами, коллега.